В этом видео я хочу поговорить о том, почему я не пользуюсь услугами русскоязычных иммигрантов в Америке, в частности, врачей, риэлторов, парикмахеров, ну, такого плана людей. Ну, прежде чем вы начнёте орать что-то типа русофобка, да как ты посмела, сама такая и всё такое, но я хочу сказать, что я имею в виду людей именно в Америке наших, вот русскоязычных, не в России. В России у меня никаких проблем, я с удовольствием пойду к любому там русскому врачу, риэлтору и тому подобное. В Америке я ими, их услугами не пользуюсь, никогда. Я хочу сказать, назвать причину, по которой я, ну, так поступаю. Прекрасно, авария. Вот. Причина, я бы сказала, скорее всего, одна и очень такая веская. Причина заключается в том, что очень часто у наших людей, которые приезжают в Америку, а под русскоязычными я имею в виду, ну, весь Советский Союз бывший, вот у них есть такая привычка, и эта привычка такая, то есть очень многих этих людей отсутствует понятие, отсутствует понятие конфиденциальности клиента, пациента, ну, вообще человека, которого они принимают, там, как врач, либо как риэлтор, там, продают мой дом. Но что я под этим имею в виду? Вот, например, я очень-очень часто вижу, вернее, в интернете читаю блоги там какие-то русскоязычных, там, врачей, врачей, там, медсестёр. И вот эти люди в этих блогах очень любят обсуждать своих клиентов, пациентов, то есть вплоть до того, что там, ну, я вот вам покажу один блог, когда приеду домой. Вплоть до того, что там вот такая-то дура ко мне сегодня пришла, у неё там то-то и то-то, и у неё там такое-то, такое-то, вот дебилка, вот то-сё. Вот такого плана. Я это вижу очень-очень часто. Очень часто. Поэтому я никогда, вот именно по этой причине, я никогда к этим людям не хожу. Этот человек, например, вот русскоязычный, этот человек, например, совершенно, у него нет никаких проблем с тем, чтобы, например, прийти в твой дом, например, который он продаёт, и привезти туда там каких-то своих подруг, друзей, мужа или там ещё что, и притащить туда камеру, рыться в твоих вещах там. Показывать всё это на камеру. То есть этому человеку абсолютно насрать на твоё какое-то личное пространство. Хочешь ли ты быть на камере? Не хочешь там. Хочешь ли ты, чтобы к тебе какие-то там люди посторонние в дом приходили, рылись там в твоих вещах, открывали какие-то там шкафы? Ну, я думаю, вы знаете, про кого я говорю в данный момент. Вот именно по этой причине я русскоязычных никогда в жизни не найму, например, продавать свой дом. Или прихмахеры. Вот прихмахеры русскоязычные. Все говорят, о, в Америке не умеют стричь, нужно идти к русскому. Очень много русскоязычных прихмахеров в Америке, они приехали из всяких там, ну, не знаю, всяких жоп, там, деревень и тому подобное, маленьких городков. Эти люди, кстати, тоже часто, они застряли в каком-то там 90-каком-то году. Я не хочу сказать, что все такие. Есть, конечно, хорошие мастера, но пока я ещё ни одного не нашла. То есть я вот прихожу к парикмахеру, я смотрю на её голову, и я понимаю, что мне это не надо. То есть если она не может у себя на голове создать что-то приличное, то у меня абсолютно нет никакого желания доверять ей, например, свои волосы. Потому что она из меня сделает какую-то там бабу районного масштаба из какой-нибудь там, не знаю, зажопинской области. Ну вот это вот причина основная, по которой я, ну, не пользуюсь услугами русскоязычных, врачей особенно, особенно врачей. Потому что, ну, ты доверяешь этому человеку какую-то такую свою очень личную информацию. А потом ты пойдёшь на какой-то блог или какой-то там, я не знаю, Инстаграм или ещё что-то, живой журнал. И ты там увидишь, что этот человек тебя обсуждает. Причём, как правило, это люди, они вот, ну, это делают в таких очень негативных тонах. То есть им насрать на то, что там ты там пациент или ещё кто. Вот признаюсь честно, я такого никогда не видела и не читала у, например, американцев. Или там, ну, я не знаю, может, какие-то другие национальности. Ну вот я хочу у вас спросить, те, кто придёт на канал и посмотрит это видео, что пользуетесь ли вы услугами русскоязычных специалистов за границей именно, не в России, а именно за границей, в Америке, там, в Канаде, где вы живёте. Спасибо.